Ну, вернемся немножечко к началу. Вы, наверное, поняли, что Ян себе примерил роль товарища Курцова. И не случайно, потому что просмотр карнавальной ночи – это одна из современных традиций этих праздников. Или вы так не считаете? Читаете, конечно же. Ну что же, а вот кто ответит на вопрос? Все ли встречают Новый год 1 января? Нет. Нет? Все спят. Все спят? Хорошо. Скажу, что некоторые страны Востока отмечают его ночь на 22 марта. И называется этот Новый год восточный «Наурус». Все новое. Все новое начало. Да, «Наурус». Значит, его празднуют во многих странах. Вот, например, в стране Иран первый день Нового года по обычаю принято разбивать в доме старую глиняную посуду и заменять ее новой, чтобы жизнь была новой и благополучной. А вот в Африке, например, старейшина Сена, старейшина Сила проводила более первую борозду. В этот же день открывались изъявные ярлыки, на которые приглашались фокусники и разные-разные артисты. Ну, сегодня наш праздник тоже не обошелся без приглашенных артистов. Мы приглашаем ансамбль духовной песни «Медина» под руководством заслуженной артистки России и Татарстана Нейли Патековой. Нейля, расскажите нам, пожалуйста, может быть, есть какая-то интересная традиция именно у Татар? Может быть, мы тоже позаимствуем и будем вместе с вами встречать? Вот я сейчас думала и вспомнила, действительно, Татар же мы здесь в Москве отмечаем вместе со всеми и Новый год и все праздники. А у Татар действительно была такая древняя-древняя традиция. Это с 21 по 22, 23 декабря, самая длинная, когда была ночь и самый короткий день, праздник назывался Нар-Туган. Нар-Нор – это свет, Туган – родился. То есть вот с этой самой длинной ночи день начинал у Диня. В этот праздник, так же, как у всех народов, все говорят, правильно же люди все, братья, молодежь, дети ходили с мешочками, подходили ко всем домам и собирали все и сладости, и вкусности, и угощения. Вы тоже не давали? Да, это так, наверное, не было. А солодостью-то там близко! Вот мы все время удивляемся и радуемся. Поэтому наши праздники есть как раз олицетворением вот этого общего нашего начала. Главное, мы все дружим и все вместе праздники отмечаем. Хотела еще раз с вами поздороваться, сказать спасибо организаторам, которые... Замечательный такой праздник, мы уже на нем третий год вместе с ансамблем «Медина», вместе с вами. Спасибо большое вам за это. Ну, и, наверное, по традиции, так же, как и у нас, мы ходим, галядуем, возливаем и мы святое. Наверное, у татары тоже воспеваем. Тем более, что у вас ансамбль называется духовной музыки. Давайте мы что-нибудь совместно исполним. С удовольствием. Вот мы уже третий год подряд полюбившиеся произведения исполняем на арабском, поскольку мы исламские произведения исполняем по всему миру. И здесь, в России, звучит «Бисмиллях и Рахмам и Рахим» во имя Всевышнего, Милостивого и Милосердного. И вот нас в прошлом году попросили еще раз исполнить, мы очень рады и вместе с замечательным коллективом нашим дружным. Во имя Всевышнего, Милостивого и Милосердного. Я думаю, если вы запомните слова, вы тоже сможете подпевать. «Бисмиллях и Рахмам и Рахим». «Бисмиллях и Рахим» «Бисмиллях и Рахим» «Бисмиллях и Рахим» «Бисмиллях и Рахим» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.